Доброе утро. Мир домусину. Доброе утро. С миром принимаю. Молитесь, иначе. Можно. Все будем, Игорь, я сижу. Создав имя, Господи, помилуй меня. Ты счастлива согрешил, Господи. Прости меня грешного. Помилуй. Достойно есть яковоистину блажитите, Богородицу, преснабоженную и пренепороченную, Матерь Бога нашего, счастнейших и рвемы, славнейшего истинно, Серафим, безысления Бога, Слово Рожешу Исущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пришно, И во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови, Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради причистой Твоей, Аминь. Силы щаснабоженствующего креста, Святых ангелов наших хранителей, И всех ради святых помилуй и спаси нас, Ях во благе их и человека любит. Аминь. Божьей милостью будь мне грешному, Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, Прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, Приди и вселись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые посети исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш сущий на небесах. Да светится имя Твое. Да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный. Дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и силы и слава веки. Аминь. Став после сна, преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую песню, возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты Боже. Молитвы, Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна ты поднял меня, Господи. Ум и просвети, сердце и открою стамы. Чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Божий. Молитвы, Богородица, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно пройдет Судья, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты Боже. Молитвы, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогнился на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычно этого человеколюбия и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою ста мои, чтобы прославлять Тебя благодарно на сердце и воспевать святейшее имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда. И во веки веков, аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 9. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радовать и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут перед лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого. Имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой. И он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его. Ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах щели Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали. Все эти, которые скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи! Да не преобладает человек, да судятся народы перед лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них. Да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа. Не взыщет во всех помыслах его. Нет Бога! Во всякое время пути его гибельны. Суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем. Не поколеблюсь в роды, род не присущится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде, за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривает за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в лаговище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая все эти свои. Сгибается, прилегает, и бедное падает в сильные когти его. Говорит в сердце своем. Забыл Бог. Закрыл лицо свое. Не увидеть никогда. Восстань, Господи, Боже мой. Возьтесь руку Твою. Не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем? Ты не взыщешь. Ты видишь. Ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоей рукою. Тебе предает себя бедный. Сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо Твое, чтобы дать стуть сиротея угнетенному, да не устрашает более человек на земле. На Господа уповая, как же вы говорите, душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, веждого испытывает сынов человеческих. Господь испытывает праведного и нечестивого, и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, и их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, Ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою, И избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, Открыть мои недостойные уста, И восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, Спаси, и припадая к стопам Твоей, Узываю к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, Наржаться надо мной, добровольно распявшись, Скоро подними меня, беспечно лежащего, И спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, После сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Младыка Человека Люкче, Став после сна, я спешу к Тебе, И по милосердию Твою принимаю за угодные Тебе дела, Я молюсь Тебе, помоги мне всегда, И во всем избах меня от всякого зла в мире, И от дьявольского искушения, И спаси меня, верю, в царство Твое вечно, Ибо Ты, мой Творец и источник, И податель всякого младен, На Тебя вся моя надежда, Я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, И во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, И по великому Твоему благости, И Ты дал мне работу Твоему, Прошедшее время этой ночи провести без напасти, И всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, Застой мне при свете Твоей истины, И с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, Сил бесплодных всякой плоти, На высотах небесных живущих, Озирающих долл земные, Наблюдающих сердца и помыслы, Ясно ведающих тайны человеческие, Безначальный, вечный, неизменный свет, Который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, Прими моления наши, Которые мы в настоящее время, Надеясь на обилие сострадания Твоего, Творим Тебе из нечистых уст, И прости нам прегрешения наши, Совершенные нами делом, Слово, мыслью, вольной и невольной, И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем И трезвенную мыслью прожить все вновь здесь, Не земной жизни, В ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия, И народного Твоего Сына, Господа Бога, И Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда общий судья придется славу воздать каждому по делам его, Да найдет он нас нележащими, сонными, но бодрствующими, И восставшими среди исполнения заповедей его, И готовыми войти с ним в радость, И божественный чертог славы его, Где непрестанные голоса торжествующих И необразима радость видящих несказанную красоту лица Твоего, Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, И Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу, Несчастную жизнь, не оставь меня грешного, И не отступи от меня за невоздержанность мою, И дай возможности злому дивану. Подчинить меня себе посредством этого смертного тела, Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, Выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, И если чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день, И сохрани меня от всякого искушения вражеского, Чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господа, Чтобы Он твердил меня в страхе Своем, И содел меня в Бог достойный Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица, Святыми Твоими всесильными мольбами, Отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, Уныния, забвения, неразумия, нерадения, Всескверные, лукавые, хульные помышления От несчастного моего сердца. Врачу, но ума моего, И погаси пламень страсти моих, Ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, И намерений. И освободи от всякого злого воздействия, Ибо Ты благословен от всех родов, И Твое прочестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия, Ольга, Анатолий, Ездра, Екатерина, Юрий, Надежда, Сергий, По-моему, мы сердцем к Вам прибегаем, Как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, Благословен, блочь Рева Твоего, Ибо Ты родила Спасителя души наши. Спаси, Господи, людей Твоих, Благослови принадлежащих Тебе, Помогая православным христианам Побеждать врагов, Сохраняя силой креста Твоего, церковь Твоего. Спаси, Господи, Помилуй отца моего духовного, Игнатия, батюшку и Акима, Родителей, братьев, сестер, родственников, Начальников, благодетелей, Всех ближних моих и друзей, И всех православных христиан Подай им Твои земные и небесные блага. Не лиши их милости Твоих, Посети и выкрепи силы Твои, Дар ее здравия и спасения души, Ибо Ты благо и любишь людей. Аминь. Покою, Господи, Души усопших рабов Твоих, Родителей, родственников, Благодетелей всех православных христиан. Прости им все их грехи, Вольные и невольные. И даруем Царствие небесное Со святыми покоя Христе, Души рабов Твоих, Братцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, Ни печали, ни душевных страданий. Но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу Вседоблаженной, Пренепорочной. И Матерь Бога нашего. Честнейший Херамим, Славнейший без сравнения Серафим. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва о непречистой Твоей Матери, Преподобной Боголосных Отцов наших и всех святых, Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, Помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, Которых предаем Твое попеченье и защиту, Вложи в них крепкую веру, Научи их благоговеть пред Тобой, Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истинные добра, Чтобы все они делали во славу Твоего имени, Научи их благочестиво и добродетельно жить, Быть добрым христианином и полезным людьми. Дай им здравия, душевно, телесно, успех в трудах, Избав их от хитрых козней дьявол, Многочисленных соблазнов, От скверных страстей, От всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, Помолитвам о Просистой Матери и всех святых, Приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, Чтобы они вместе со всеми праведными Всегда благодарили Тебя, Среди народом Твоим Сыном, Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, Возри на детей наших, Ниспошли на них духа пребудрости, Разума, благочестия, Просвети их светом Твоего благоразумия, Чтобы они скоро разумели Усвою изучаемые предметы. Потребили их на благо Твоей Церкви, На пользу ближнего свое спасение, Потому что Ты источник премудрости. И Тебе слава возносим ныне, И присно, и во веки веков. Гнат Тихонович, молитесь. Спасибо, Господи, Максима, Владимира, Иглеба, не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Прополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, И весь священнический, И иночевский чин. И высшие истинные служители, Миссионеры, Христианам, Языщикам, Иудеям, Мусульманам и Буддистам. И нам дающие священникам, Если угодно Тебе, Господи, Смири власти воинства, Их наведи страх, Ну, на них, И через них сотвори благое Церкви Твоей, Сохрани их от покушения на них. Владимира Дениевского, Дональда Рамзана, Владимира, Ардагена, Амана. И нас помилуй, Милости Твоей, Араде, И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Где война идет, Научи нас ценить это мирное время. И приготовь народы к великим и страшным испытаниям, Грядущим на всю вселенную, За отсутничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, За тихую и мирную ночь, Что жизнь нашу продлил И разум сохранил. Дай нам желание трудиться, Обнаружить и умножить наши таланты, Дарованное Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, Наставников, советников. Помоги нам провести этот день в страхе Твоем. Под покровительством Духа Твоего Святого. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, От воров, от нечистой силы, Живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима и Сына, и ее Владимир, Обрати к себе, дай ему веру. Благослови Людмилу, Любовь Владимира, Алексея и Иосифа, Прещи добрых жителей, Знающих уставы Твои, Любящих их детьми. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щады, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алюкину, Ирошир, Киделу, Общим, Одиного и Души, Кабуни всех на благовестие. Спаси и помилуй Надежда, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Александра, Александра, Сергея, Сергея, Рафиль, Едру, И Самире дай веру истины, Дабы не верили лжепророкам, Екатерину, Екатерину, Галину, И всех поминаемых нами, Возри на угрозы врагов, На их злодейство, И разруши их замыслы, Которые они строят против нас, И примири их с нами, И студный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Евгения, Сергея, Виктор, Аллилуйя, Найди отступников, Наставь на путь истин, Михаила, Николая, Александра, Юлия. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе, Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Илюну, Марью, Татьяну, Романа, Дмилу, Евгению, Ирину, Евгению, Наталью, Надежду, Юрию, Светланову, До сихи болящих, Да и силу им все перенести, И не возраптать. Пошли на исцеление, Валерию, Илариону, Кирилла, Надежды, Анастасию, Младенца, Валентина, Валентину, Татьяну, 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 Марью, Александру Ивановну. Благодарю тебя, Господи, за болезни, и за здоровье, за врагов, и за друзей, ибо по твоему благоволению все может оказаться на пользу. Сохрани это наше сокровище в интернете, и книги здесь их пустят, и трудящиеся Игоря Юрия Дмитрия Виктора, Сергея Сергея Андрея, Андрея Валентиновна, и дали веру Германа Александру, Тимофея Тимофея Мартина Найди, Симона Леонтия. Хвала тебя, Дарь Господь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешно. Слава тебе наш Бог Иегова, Абва Отче, Свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Высшей Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за день, в который Ты дал мне Святую Библию и указал на столкование Святых Отцов и на каноны, как на истину. Аллилуйя, благослови Алексея, путешествующего, дай ему веру Твою и Святую, Господи. Все в жизни устрои его. И болящего сына его Арсения найди, обрати. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога мне грешим. Благодарю Тебя, мой Ангел, сколько лет Ты хранил, защищал от бед. Знаемых и не знаемых, только в вечности откроется все это. Прошу Тебя, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться, от тела, и проведи душу мы по мытарствам, веди ее навеки в вечное царство, Христа Бога нашего. Аллилуйя. Раздай добро всем, помогавшим нам в путешествии. Павла, Зинаиду, благослови, Владимира, семейство ее, Дмитрия, Людмилу, надежду, надежды. Ты знаешь, Господи. Ян, креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, поддержите ее в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать и никому не завидовать, и жить во всем экономно поступая. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ крутости, воздержания, добрый архипастер, моли Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Ильисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоавель, Нои, Иосиф, Патриархи, Езра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Ильосия, Иаил, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Данил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными ли добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие, и святые апостолы, Петр, Павел, и евангелисты, Матфея, Марк, Буква, и Иоанн. Дарут Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликап, Смирский, Устин, Философ, Космаид, Амьян, Андрей, Стратилат и Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Амфим, Никомедийский, Георгий Победоносец, Антелемон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой. Да бы никто не принял начертания Зверя Антихриста, Владимир, Вениамину, Анфиму, Дай веру, Старшие родители За такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Ивов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Антобольский, Анхронштадтский, Аншанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Наталья, Андриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила, Иакила, Андроник, Июния, Киприан, Иустина, Да дарует Господь им Молчание, Целомудрие, Средливость, Кротость, Послушание, Господи, Коснись их сердце, Исправь не покорил их, Галину семейства Евгений, Надежда, Надежда Степлана, Мария, Малина, Июня, Елена, Людмилу, Иоанну, прими нашу молитву, воздияние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятной перед престолом, благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся тебе на небе и на земле, Божий всемогущий и дивный, просим Тебя, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву, любящий наш Отец Небесный, а всех заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя, говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. и тело, Господи, не че? болящего александра отрока помяни господи и помилуй аминь всем доброе утро доброе утро сергей смотри как доброе утро 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 Пост в собственном значении означает воздержание в пище, питье и удовольствиях. Иногда воздержание выражается в совершенном неедении, в продолжении одного или нескольких дней. Чаще всего в неедении мясной и молочной, так называемой скоромной пищи. С этой точки зрения на языке медицины пост может быть назван периодом диеты. Необходимость воздержания в пище, в обуздании чрева вытекает из самого устройства человека, имеющего кроме тела, бессмертную душу. Из-за греховной испорченности человеческой природы нарушена гармония между человеческим телом и душой, в результате чего греховные желания тела большую часть берут вверх, а иногда и совсем подавляют в человеке все добрые порывы его души. Человек превращается в раба своих гнусных страстей и таким образом становится хуже животного. Обуздать насилие своей физической природы, дать раскрыться и окрепнуть возвышенным стремлением души, возможно только с помощью поста. Вот почему церковь придает посту такое большое значение и утверждает, что без поста невозможна христианская жизнь. Воздержание в пище своего рода пост был заповедан уже в раю Адаму и Еве, когда они еще находились в безгрешном состоянии. Книга Бытие, 2 глава, 17 стих. Через запрещение вкушать плоды дерева познания добра и зла. Тем более пост стал необходимостью после их грехопадения. И поэтому на протяжении всей истории мы видим, как праведные люди строго постились в разные периоды в своей жизни. Моисей или Я в течение сорока дней. Исход, 34 глава, 28 стих. 3 царство, 109. Давид, цитата. Я во время болезни их одевался во вредище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мою. Псалом, 34, 13 стих, 108, 24. Даниила, 10 глава. Иоанн Креститель, Анна, Лука, 2, 37. Сам Иисус Христос в течение сорока дней, чтобы приготовить к Себе к делу спасения мира. Постились и все его ученики. Цитата. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Деяние 13, 3. Рукав положив же им присвятиров, каждой церкви они помолились с постом, и предали их Господу, в Которого уверовали. Деяние 14, 23. В труде и в изнурении, часто в быдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. 2 Коринфянам 11, 27. Христос предсказал о том, что его ученики будут поститься. Цитата. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют. Он сказал им, может ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Лука, 5 глава, 33 по 35 стихи. Поэтому с апостольских времен вошло в обычай поститься по средам, когда Иуда предал Христа, и по пятницам, когда Господь Иисус Христос был распят и умер на кресте. По этой же причине Великий пост приурочен церковью к дням, предваряющим страстную неделю. Бесы, демоны изгоняются только молитвой и постом. Матфея 17, 21. Бесы, большей частью, действуют через нашу плотскую природу, возбуждая в ней беспорядочные страсти, чем толкают нас на всевозможные грехи, и таким образом берут контроль над нашей волей. Чтобы освободиться от их влияния, необходимо воздержанием ослаблять плоть и укреплять дух. Конечно, надо поститься ради исправления себя, а не ради людской похвалы, как сказано. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 17-18 стихи. «Приемники апостолов, святые отцы и учители церковные внушали христианам поститься в Великий Пост. «Четыре десятницей не пренебрегайте», пишет святой Игнатий Богоносец. Она составляет подражание жительству Христа. «Мы постимся в Четыре десятницу по преданию апостольскому», говорит Блаженный Иероним. «Чем более дней поста, тем лучше лечение. Чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения». Блаженный Августин. «Пользу поста не ограничивая дни воздержания в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. «Разрешай всяк союз неправды, прости ближнему оскорбления, прости ему долги. Ты не ешь мясо, но обижаешь брата. Будем поститься постом благоугодным Богу. Истинный пост есть удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева. Отлучение похоти, злословия, лжи, клятвопреступления. Воздержание от всего есть истинный пост». Василий Великий. «Как через невоздержание наших прародителей мы пали и лишились райского блаженства, так через добровольно принимаемый на себя подвиг поста мы можем возвратить в себе потерянное райское блаженство. Испорченная, слабая, сластолюбивая воля влечет к ложному выбору пути». В пост особенно необходимо стараться истребить свою волю. Цитата. «Каждый. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссоры распри, для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гонет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот, пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных, веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возобьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твое ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальцев. Тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Пророк Исаия, 58 глава, со 2 по 11 стихи. Пост помогает приблизиться к Богу в молитве. Цитата. И обратила я лицо мое к Господу, и с молитвой и молением в пасте и в ретящие пепли. Книга Даниила, 9 глава, 3 стих. Отвращает гнев Божий. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое. И оделся во вретище, и сел на пепли, и повелел провозгласить, и сказать, в Ниневии от имени царя и вельмож его. Чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели. Не ходили на пастбище, и воды не пили. И чтобы покрыты были в ретящем люди, и скот, и крепкого пияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего, и от насилия рук своих. Кто знает, может быть еще Богу милосердится, и отвратит от нас пылающий гнев свой. И мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о которых он сказал, что наведет на них, и не навел. Пророк Иоанна, 3 глава, 6 по 10 стих. Во время поста и законные супруги воздерживаются соития. Цитата. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 1 Калифинам, 7, 5. Кто постится, не оставив грех, того Бог не слышит. Цитата. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут все сожжения, и дар не приму их. Но мечом и голодом и муровую язвою и истреблю их. Пророк Иеремия, 14, 12. Пост нужен не Богу, а человеку. Скажи всему народу, землистье и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? Порок Захария, 7, 5. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий, тайное, воздаст тебе явно. Иван Григорий от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стихи. Пост есть Божие установление. Цитата. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Лука 5, 35. Так человек, который постится за грехи свои и опять идет, делает то же самое, кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся? Пророк Сирахов, 34, 26. И чем более очищается душа, тем сильнее видит свою греховность, и будет непрестанно плакать и проститься. И думаю уже не возвращаться в город, но оставаться здесь не есть, не пить, но непрестанно плакать и поститься. Доколе не умру. Третья езда, 10, 4. Пост. Самое лучшее убранство женщин. Уздав от свете лета, хранение супружества. Примите пост здоровые. Это охрана вашей телесной крепости. Примите пост больные. Это матерь здоровья. Пост полезен во всякое время, потому что на постящегося не смеют нападать демоны. Василий Великий. Пост заповедан самим Богом, ибо в пророчестве святым Иоилем сказано. Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне, Иоилем 2, 12, всем сердцем своим в посте, плача и рыдания, назначьте пост. Доброе дело молитва с постом и милостыней и справедливостью. Иоилем 2, 12, 8. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Невозможно, совершенно невозможно пребывать с Богом тем, которые прежде не позаботились исцелить себя постом. Как врач, излечив больного, запрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, так и Христос после крещения установил пост. Ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. Истинный пост. Есть удаление от зла, обуздание языка, отложение пнева, укращение похоти, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Иоанн Златоуст. Ни по каким причинам не разрешается вкушать рыбу в Великий пост. Новая скрижаль, страница 248, пост 56. Причина действия поста на духов злоба заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Укращенное постом дело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Игнати Бринчанинов. Воздержание от пищи нужно для того, чтобы ослабить силу плоти и сделать покорным этого коня. Златоуст. Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долги его, то совершенно напрасно постишься и молишься. Бог не примет тебя. Ефрем Сирин. Цитата. Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но зато клеветой дерзаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя по столу и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Какая нам будет польза от поста, если язык наш придаётся невоздержанию? Питается пищей сквернее мясо псов, делается кровожадным, извергает грязь. Ты постишься у милости в того, кого ты обидел, никогда не завидуя брату, никому не питай ненависти. Ты постишься, не предавайся тщеславию. Иоанн Златоуст Ты постишься, напитай голодных, напои жаждущих, посети больных. Не забудь заключённых в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих. Будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, не злопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния. Он же. Пост, когда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви. Иоанн Кассиан Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов. Кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела. Что за польза нам воздерживаться от пищи, если не изгоним из души порочных привычек? Если ты постишься для Бога, избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние, как милостивый и человеколюбивый. Какая польза в посте, когда обвиняем других, когда осуждаем их, сами имея бревна в глазах своих, и все делаем для того, чтобы показать себя, златоуст. Полезен пост телесный, ибо умерщвляет в страсти, но пост душевный непременно нужен, так что и телесный пост без него ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие соблюдают пост в пище и в питье, но не постятся от злых помыслов, дел и слов. Какая польза им от этого? Многие постятся через день, и два, и более, но от гнева, злопамятства и мести поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим уязвляют людей, подобных себе. Какая им от этого польза? Тихон Задонский. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Марка 7, 15 Это место и подобные ему, например, о том, что пища не поставляет нас пред Богом, вспоминают обычно нелюбители поста, полагая, что этим они достаточно. Достаточно оправдывают свое нежелание поститься вопреки уставу и порядку церкви. Насколько удовлетворительно это извинение всякому верному церкви, понятно. При посте установлено воздержание от некоторых явств не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспеяния. Такой смысл закона поста и он столь существенен, что считающие какую-либо пищу скверную причитаются к еретикам. Не склонным к посту на этом надо бы настаивать, а не на том, что пост необязателен. Хотя он действительно есть средство к одолению греховных желаний и стремлений плоти. Но это такой пункт, на котором им устоять никак нельзя. Если преуспеяние внутреннее обязательно, то обязательны и средства к нему, считающиеся необходимыми, и именно пост. Совесть и говорит это для успокоения ее твердят, я другим способом возмещу опущение поста, или мне пост вреден, или я попощусь, когда захочу, а не восстановленные посты. Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Последнее также неуместно, потому что церковь одно тело и желание обособиться в ней от других противно ее устроению. Удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее. А член ее не может так говорить и того требовать. Второе изменение имеет тень права и точно пост необязателен для тех, на которых постное действует разрушительно, потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для увеличивления страстей. Но если перечислить таковых добросовестно, то их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Остается один резон, нежелание. Против этого спорить нечего, и в рай не возьмут против воли. Вот только когда осудят в ад, хочешь, не хочешь, а ступай, схватят и бросят туда. феофан затворник. Пост есть лекарство, но лекарство хотя бы тысячу раз было полезно, часто бывает бесполезным для тех, кто не знает, как им пользоваться. Златоуст. Пост приносит пользу тем, кто разумно к нему приступает и вредит начинающему его неразумному. Поэтому заботящиеся о пользе поста должны беречься вреда, то есть тщеславя, чтобы, вкушая ежедневно понемногу, мы могли покорить плоть и укрепить сердце для молитвы. Таким образом, сохраненные силой Божией от возношения, мы постараемся всю жизнь пребывать в смиренном мудреем, без которого никто не может благовождать Богу. Преподобный Марк Пост это сильное орудие, когда он предоставлен самому себе, когда из орудия он притворяется как бы в цель жизни, в цель тщеславия, делается для подвижника орудием самоубийства. Сколь вредно невоздержание, столь вреден и еще более неумеренный пост. Слава тела, происходящая от недоедания, не позволяет совершать молитвы в должном количестве и с должной силой. Игнатий Бринчанин. Маганович спросил преподобного Серафима Саровского, «Можно есть скоромное по постам, если кому постная пища вредна и врачи приказывают есть скоромное». Старец отвечал, «Хлеб и вода никому не вредили, как же люди сто лет жили, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих». А что Святая Церковь положила на семи вселенских соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к сему или убавит. Иоанн Златоуст говорит, что Бог отделил для себя десятину из всего, чем владеем. И десятину нашей жизни требует время Великого Поста 365 дней в году. Десятая часть года 36 с половиной дней. Так как в субботу и воскресенье запрещается поститься, то есть разрешается вкушать растительное масло и вино, потому в неделе насчитывается пять дней постных. В семи неделях 35 дней. Поститься положено только в одну субботу в году великую на страстной неделе перед Пасхой. Постольское правило 64 Игантское собор 18. И так как пост начинается с вечера прощенного воскресенья, то до пасхального утра еще половина суток и того в великом посту 36 с половиной дней. с дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться, можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя, десятиною и приношением, проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Малахия 3 глава 7 по 8 стихи. Часто ленивые и неверующие прихожане выпрашивают у батюшки разрешение на нарушение поста, ссылаясь на гастриты, язвы, рецепты врача. И неверующие священники часто без страха Божия позволяют во время поста есть рыбу молочную, совершенно не имея права на такое разрешение, ибо каноны церкви под страхом сурового наказания запретили нарушать пост. Цитата. Если не постится епископ, священник или дьякон, клир, чтец, певец, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен, если мирянин, да будет отлучен. апостольское правило 69-е. Петр Алекс 15-е. Александрийский. Петр Александрийский. 15-е правило. Больным, старым, очень и очень малым детям разрешается нарушение поста, то есть послабление его в виде разрешения вкушать только илей. Растительное масло. Тимофея 9-10. Пахомий Великий. Память 15-го мая. Цитата. Пост против воли не поможет, в болезни нет поста. Симеон Столбник. Память 1-го сентября. Цитата. Не подобает постом убивать, это грех. Еще цитата. Увидали мы также, что в армянской стране и в иных местах в субботы и воскресные дни Святой Четыридесятницы едят некоторые сыр и яйца. Того рали за благо признанное сие, чтобы Церковь Божия по всей Вселенной, следуя единому чину, совершала пост и воздерживалась как от всего заколаемого. Также и от яиц и сыра, которые суть плод произведения того, от чего воздерживаемся. Если же сего не будут соблюдать, то клирики добудут извержены, а миряне добудут отлучены. Шестой Вселенский Собор 56 правило Типикон глава 32 Ладикейский Собор 50 правило Малый Требник Че намок про че это такое правило В православной церкви установлено четыре поста продолжительных. Первое. Великий пост. Семь недель до Пасхи. Необходимо знать, когда будет Пасха. По новому стилю Пасха будет в 2002 году 7 апреля. в 2003 11 апреля. Перед самым великим постом сырная неделя Масленица сплошная. То есть в среду и в пятницу разрешено есть все кроме мясного. Как и во все дни этой недели перед Масленицей неделя блудного сына. На этой неделе в субботу родительская суббота месопустная. Перед этой неделей сплошная неделя мытаря и фарисея. Разрешено вкушать и мясо. Долго ожидали люди пришествия в мир Спасителя. Их вздохи и стинания нигде так сильно не высказаны. Опадшее состояние духа человеческого не оплакано такими горькими слезами, как в треводе постной, проникновенно побуждающей к покаянию и сокрушенной молитвой, чтобы с чистым сердцем встретить светлый праздник, праздников Христов Воскресенья. Великий пост установлен в честь сорокадневного поста Иисуса Христа вскоре после своего крещения, удалившегося в пустыню и постившегося там. Матфея 4,2. Поминания о четыридесятнице часто встречаются в древних письменных памятников правилах святых апостолов, составленные по источникам, относящимся к вторым третьим векам. 69 правило. Игнатий Богоносец 1 век, Виктор Епископ Римский 2 век, Дионисий Ариапогит, Ориген, 3 век, Иероним и Кирилл Александрийский, Василий Великий Григорий Низкий 4 век, Ипполита Римский 3 век. Древние христиане соблюдали пост четыридесятницы с особой строгостью, воздерживаясь даже от кушения воды до девятого часа. По-нашему до третьего часа дня. Хлеб и овощи. Устав Большой глава 32 лист 74 говорит об особой строгости поста в первую неделю и в последнюю. Понедельник и вторник не есть и не пить, среда однажды сухоедения без вареного. Четверг не есть и не пить, пятница единожды. Если же кто слаб или не может поститься двух дней, то во вторник и в четверг есть хлеб с водой. Нарушающий пост отлучается от причастия на два года. Настольная книга священнослужителя, страница 535, том 1. Великом посту растительное масло и вино разрешается только в субботу и воскресенье. Рыба же только в вербное воскресенье за неделю до Пасхи и на Благовещение 7 апреля. Но если оно не на страстной неделе, если же в Благовещении до Пятницы разрешено только растительное масло, если же случится в пятницу и в субботу, тогда в пище нет послабления ради христовых страданий. Строгость поста различна. Первое, не есть и не пить. Второе, разрешено однажды в день сухоедения. Третье, разрешено еле и вино. Четвертое, разрешение на рыбу и значит на все, что впереди сказано. Великую Пятницу и в субботу пред Пасхой если можешь не вкушай весь день. Все, можно дать не прекратить. Попутно вопросы. ? ПОПУШКИ